Я рада вас приветствовать на моём канале. 23 октября, 10 октября по старому стилю отмечается праздник Евлампий и Евлампия. Евлампий – зимоуказатель. Согласно церковному календарю, в эту дату верующие вспоминают мученика Евлампия и его сестру Евлампию. В народе же, по традиции календаря народного, 23 октября празднуют Евлампия зимоуказателя. Своё название этот день получил потому, что по приметам сегодняшней погоды предсказывали, какие погодные условия ожидаются зимой. Приметы говорят, что это очень благоприятный день, когда каждый человек может избавиться от любых неприятностей в своей жизни очень лёгким способом. Сегодня почитаются брат и сестра Евлампий и Евлампия. Их родственные связи и семейная любовь были настолько сильны, что они умерли друг за друга. Поэтому в этот день почитаются семейные узы, а приметы говорят, что это благоприятный день, который может принести улучшение в жизни. По обычаям, 23 октября почитаются семейные узы, особенно братские, сестринские и братские-сестринские. Хорошая примета – встречаться по-родственному в этот праздник и восстанавливать свои родовые корни. Также приметы на 23 октября говорят, что сегодня нужно обязательно вспоминать людей, которые имеют большое значение для человека. С этим человеком нужно выйти на связь, поговорить, и тогда он никогда не покинет тебя и всегда поможет во всех делах. А еще приметы на 23 октября говорят, что в этот праздник все, кто хочет избавиться от старых неприятностей, должны прыгать через огонь. Считается, что костер в этот день очищающий. И если через него прыгнуть, то человек избавится от всех трудностей и неприятностей. На Евлампия у наших предков была традиция расщеплять поленья на лучины, которые устанавливали в светильники, их назвали «светец». Чаще всего их использовали женщины, когда рукодельничали, и мужчины во время столярных работ или валяния валенок. Так как его можно было перенести с места на место, да и лучины были дешевле свечей. Изготавливали «светец» кузнецы, после их внесли к знахаркам, чтобы они прочитали специальный заговор от пожаров. Ставили лучину под углом так, чтобы горячий конец был внизу. Под лучину ставили металлическую емкость с водой. Таким образом предотвращали пожары. Лучину меняли часто, поскольку она быстро горела. Занимались этим обычно детки. Парни и девушки 23 октября собирались вместе и разжигали костер, через который должен был каждый прыгнуть. Верили в приметы, что такой обряд продлит молодость и возродит к новой жизни. Также считали, что если кинуть в пламя старые вещи, то можно избавиться от недугов и различных неприятностей. На Евлампия зима указателя старики смотрели на месяц и предсказывали зимнюю погоду. Если рожки направлены на север, то зима не за горами, а снег посыплется на сухую землю. Если же на юг, примета, что ожидается длительная сырая погода, зима же не скоро придет. 23 октября было принято просить у травников заговоренную руту, которую развешивали под потолком избы. Верили, что она защищает деток от темных сил, а также обостряет интуицию. Если листья по низам деревьев облетели, а на верхушках еще нет, то зима придет скоро, но и весна тоже будет скорой. Приметы говорят, что кто сегодня через огонь переступит, тот от всех своих горестей избавится. Верили в народе, что если сегодня поговорить с дорогим человеком, то он будет рядом с тобой всю жизнь. На 23 октября, день Евлампия, у наших предков существовали особые запрещающие приметы, многие из которых были связаны с огнем. Все эти поверья напоминают, что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь на себя беды и невзгоды. Так, 23 октября ни в коем случае нельзя не только плевать на огонь, но даже тушить свечи пальцами, смоченным слюной. И тот, кто нарушит запрет, очень скоро понесет большое наказание. Начнутся пожары и станут случаться серьезные ожоги. Не рекомендуется в день Евлампия давать кому-то взаймы спички, зажигалки или свечи, так как вместе с ними можно отдать из дома тепло и уют. Начнутся в семье постоянные ссоры, скандалы, недомолвки и даже супружеские измены. Не за 23 октября проводить гадания по свечи и гадать по горящей бумаге. Предсказания в этот день не будут правдивыми. В день Евлампия нельзя надевать и приобретать драгоценности, они притянут неприятности. И чем дороже будут вещи, тем сильнее невзгоды. Для избавления от этого негатива надо поутру раздать мелочь нуждающимся, при этом не глядя им в глаза. Нельзя в этот день играть в свадьбу, так как семья, созданная сегодня, очень скоро расстанется, притом не по своей инициативе. Жизнь сложится таким образом, что супругам придется расторгнуть свой брак. Но любить друг друга они будут до конца жизни. Не рекомендуется в день Евлампия покупать одежду. По примете, она принесет несчастье и разочарование в окружающих. К тому же, есть вероятность, что она долго не прослужит, порвется, потеряет свет или же уменьшится после стирки в размере. 23 октября не стоит подметать пол около входной двери, так как есть вероятность, что вместе с ссором через дверь уйдет из дома и финансовое благополучие. Если же скопилось очень много мусора, то его надо смести в угол, а собрать на следующий день и вынести из дома до полудня, не позже. Запрещается в день Евлампия пить покупную воду, иначе в семье появится любитель спиртного. По этой причине воду лучше приобрести заранее или же пить из-под крана, а лучше всего набрать из природного источника. По примете, если 23 октября идет дождь, то снега до самой Казанской не будет. Мороз на Евлампии предсказывает, что он еще 4 недели продержится. Восточный или северный ветер сулит похолодание. Если нет мороза в этот день, примета, что зимы еще 4 недели не будет. Зима придет скоро, если ивовые листья желтеют снизу. Считалось, что рожденные в этот день очень решительные, самоуверенные и упорные люди. Они трудолюбивые и целеустремленные. На Евлампии было принято проводить защитные обряды и ритуалы, читать заговоры о береге от неприятных и лихих гостей. Проводили, например, такой ритуал от лихого гостя. Нужно было 23 октября купить новый нож или же взять тот, которым не пользовались более 40 дней и воткнуть его правой рукой в порог, сказав такие слова. Кто с лихом в мой дом зайдет, тот его обратно заберет. Кто со злом на пороге появится, тот злобой своей и подавится. Кто за добром моим придет, тот тут же в кандалы попадет. Аминь. После этого нож клали рядом с порогом на 10 дней. Им не пользовались по прямому назначению в течение года. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok